Любовь к музыке и искусству оказалась сильнее сил стихии. Несмотря на непогоду, сотни людей собрались здесь, под стенами Высоцкого монастыря, чтобы послушать одну из самых красивейших опер Сергея Рахманинова Олега. Сегодня артисты музыкального театра Геликон-Опера представляют красивую и в то же время грустную историю вольнолюбивых цыган. Она трогает зрителя с первых нот. Это песня о любви главного героя, ревнивца Олега к цыганке Зимфири. Он искал свободу в таборе, нашел свою судьбу, прекрасную девушку, но не смог просить ей измену и убил ее вместе с любовником. Мы пообщались с исполнителем главной роли, солистом Петром Морозовым. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Нам очень нравится на самом деле этот самый проект. И нравится, что здесь именно декорациями к нашим событиям, описанным композиторами, классиками, именно являются непосредственно природа, стены, архитектура какая-то историческая. Стоит отметить, что главную роль сегодня играет все же погода. Несколько раз выступления останавливали из-за дождя. Декорации на небе меняются молниеносно. То черные тучи, то яркая радуга. Несладко, конечно, артистам. Они практически басы и выступают на мокрой сцене. Тем не менее, вы сейчас слышите эти чарующие звуки. Оперу Олега показывают жителям Московской области впервые. Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» проходит уже в третий раз под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье». Мы пообщались с советником губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. Это наше такое приношение и желание сказать, что мы вместе. Все, что делается, делается во имя любви. Я счастлива, что у нас потрясающий партнер. Московский музыкальный театр «Геликон опера». И мы уже говорили о том, что это у нас был Борис Годунов, «Царская невеста», сейчас Олега. Я очень надеюсь, что следующая премьера, которая еще только готовится в театре «Геликон», «Князь Игорь», потому что речь идет только о русских исторических операх, тоже будет представлена на нашем фестивале. До этого опера под стенами монастыря проводилась в Коломне, Дмитрове, ну и также в Серпухове. Тогда зрители Подмосковья наслаждались постановками «Царская невеста» и Борис Годунов. Ну и сейчас в эти минуты фестиваль, первый день фестиваля уже подходит к концу. Артисты все выходят на сцену, кланяются, звучат овации. Екатерина Лишенко, Артем Антонов, новости 360. Субтитры создавал DimaTorzok